Добро пожаловать на вторую часть конференции. Я Хусей Наскари, координатор по Южно-Восточной Азии. Я очень горд тем, что я родился в Ираке. Я вырос как арабом, мусульманином, но я также европеец. И я также провел практически всю свою жизнь, прожил взрослую жизнь в Норвегии и Швеции. И я очень рад, что я швед и мои дети, ну фактически мои дети европейские граждане, и они родились в Европе. Европа меня беспокоит, я переживаю за нее. И когда я критикую Европу, я не аутсайдер, я не бросаюсь камнями в стеклянный дом. Я говорю как человек, который знает ситуацию изнутри. И Европа действительно стеклянный дом, очень хрупкий. И я решил, что начну вот именно с этого. И вот эта вот моя презентация называется... Я вместе сделала с Джейсоном Россом, американским коллегой. И вдохновлена наша презентация идеей Линдона Ля Руша и той борьбы, которую ведет Лежене Ля Руш и Хельгоцепт Ля Руш по всему миру. Уже 25 лет это происходит, чтобы реализовать мечту о новом шелковом пути. Нет ничего нереалистичного в том, что я сейчас буду рассказывать о Юго-Восточной Азии и Африке. И сейчас у нас уже порядок старый уходит. И у нас есть причины быть оптимистами. Мы будем продолжать бороться, чтобы реализовать нашу мечту. И, конечно, империя как раненый тигр, который может броситься в любой момент. Но идеология империи и ее утверждение относительно человека, отношения между человеком с человеком, нацией с нацией, народа с народом, конечно же, будет для человечества опасным. Например, они верят, что именно деньги правят миром. И они всегда очень... И также продвигают вот эту идею, что любые попытки человека улучшить свою жизнь вредят природе. Поэтому нужно просто прекратить рост населения и понизить стандарты жизни. Но конструктивные вмешательства Китая также сейчас пытаются они мешать им. И сейчас я расскажу. И потому что то, о чем мы говорим, это важно для наших стран, для наших друзей. Поэтому вы можете... То есть обращайте внимание, пожалуйста, так, чтобы в 2030, например, году вы можете посмотреть и увидеть, как изменился мир. И также очень важный момент, это то, что ни я, ни Шеллеровский институт, ни Китай собираются что-либо навязывать или диктовать африканским странам. То, что мы предлагаем, это дружеский совет. И то, что другие народы узнали очень тяжелым путем. И есть универсальные принципы, человеческие, культурные, которые имеют отношение ко всем обществам. И сейчас африканские народы должны просто выбирать сами сейчас присоединиться к этому развитию. И Юго-Западная Азия, и Западная Азия, и Африка знают, что такое войны, массовые миграции, эпидемия и голод. Но это должно измениться, и это изменится. Поскольку сейчас ветер нового шелкового пути наполняет паруса новой парадигмой, БРИКС, и особенно Китая. В 2016 году, в январе, Си Шинпинг посетил три основные страны Западной Азии. Это Египет, Саудовская Арабия и Иран. Саудовская Арабия и Иран занимались разными сторонами войны в Сирии. Также Китай, документ о мировой политике, также китайско-арабский, в котором Китай показывает, что предлагает всему миру свой опыт по развитию. И это первый общий раз, когда такая крупная держава открывает все, предлагает другим странам все свои наработки технологические. И Юго-Западная Азия и Африка имеют уникальные характеристики, фантастическое, совершенно замечательное географическое положение между Азией, Африкой и Европой. Это где-то две трети запасов нефти мировых, примерно 2 миллиарда долларов в зарубежной валюте. И здесь необходимы просто технологии, инвестиции на транспорт, на электричество, на воду, на телекоммуникации и прочее. Другими словами, потенциальный – это один из лучших рынков для капитала в мире и для товаров. Сейчас как раз для строительства наций вместе сейчас выходят из военного, как Сирия и Ирак. Также Йемен и Афганистан, мы тоже ждем, что у них закончится война. И им потребуются огромные технологические вложения и логистика, чтобы восстановить их страны. У нас был также выступающий Бутэни Шабан, она не смогла приехать, поэтому мне нужно сказать немного. Она советник Башара Лассада в Сирии, и также она как раз занимается вопросом. Но она сегодня не могла приехать, у нее были причины серьезные. Поэтому я хочу сказать то, что собиралась она говорить, то, что Шиллеровский институт предложил политику для восстановления Сирии. Сирии в рамках… Этот проект называется «Феникс», мы обсуждали его на других конференциях, и он неформально уже был принят сирийским правительством, и поскольку они сейчас работают над восстановлением своей страны, и они включают идею одного пояса, одного пути в восстановление своей страны. Ну, я не буду сейчас обсуждать, но сегодня миссис Шабан не могла приехать. Вчера она была в Китае, встречалась с различными чиновниками и министром иностранных дел в Китае, и они выразили свою поддержку, и она выразила поддержку как раз вот этой идеи одного пути, одного пояса. И, как сегодня Хельга сказала, что, ну, происходят действительно большие вещи, то, что между Путин, президент Си, президент Трамп и Саудовская Аравия, Иран, Турция… Есть огромный план такой, мы пока не знаем деталей, но все идет в положительном ключе, все развивается, и, конечно, есть борьба с исламским терроризмом, и процесс восстановления всей Юго-Западной Азии, и мой коллега был в Сирии пару раз. Сейчас вот доктор Шабан на фотографии, видите вы, и доктор Талан Малао, это во время посещения как раз вот визита, и мы обсуждали, мы хорошие друзья, мы обсуждали вот этот вот проект, эту идею, и я желаю, чтобы у нее была успешная, желаю успешной работы. Египет, как мы сегодня слышали, это как раз вот переход между Европой и Азией, и здесь идет развитие новых индустриальных зон транспортных сетей, и, конечно, нужно очень много перестраивать, чтобы для инициативы желкого пути, и мы обсуждали также больше Азию, конечно, там очень много деталей разных, и в моей презентации я старался это отразить, очень много планов по развитию еще с 70-х годов, 80-х, и Хельга говорила о плане действий, конечно, тут включены такие интересные пункты, как, например, строительство дорог в Африке, по всей Африке трансафриканских, и, конечно, еще проекты пока эти еще даже не увидели мир, потому что тогда, когда они были разработаны, неправильно очень много всего делалось, и, но все вот эти проекты, они указывают в одном и том же направлении парадигмы геополитики, когда настраивают одно племя или одну страну против другой, забирают у них, все у них забирают и дают им только оружие, чтобы они могли бороться, защищать там свои полезные ископаемые, ресурсы, то есть всячески предотвращалось развитие Африки, то есть очень негативное вообще отношение, то есть Африка это что, это эпидемия, голод, постоянные войны, диктатуру, болезни, бедность, но Китай уже имеет опыт по решению всех этих проблем, и поэтому это очень хорошая возможность для Африки, потому что они знают уже, что есть решение этих проблем, что оно уже применялось не только в Китае, но и в Китае тоже, и в Китае засвидетельствованы прекрасные результаты. И Китай, и Африка, конечно, согласно McKinsey, компании консалтинговой, Китай не просто первый, то есть Китай это главный инвестор, растущие инвестиции в Африку, именно у Китая, и так далее, и так далее. То есть это результат многих лет достаточно состоятельной политики Китая, и президент Си Чжинпинг даже вот на саммите по китайско-африканскому сотрудничеству говорил о том, что индустриализация для страны, для ее экономического успеха неотъемлема. И Китай за короткое время успел сделать то, что многие страны, считающиеся сейчас развитыми, сотни лет добивались, то есть это продуктивная способность. И он также сказал африканским лидерам, что он как бы их воодушевлял на... говорил им, что для Африки возможно, как для самого многообещающего региона мира, достичь больших успехов, что в Африке необходима индустриализация. Это очень важный момент, потому что именно это ключ, чтобы изжить бедность и повысить жизненные стандарты людей. И чтобы показать вам два разных отношения, я вам покажу сейчас таблицу, вот график. Как я сказал, Китай, главные прямые инвестиции идут, но Китай не просто самый главный инвестор в Африке, потому что главные инвесторы это США и Британия. Но интересно посмотреть, во что они вкладываются. Вот оно, сравнение. Вот сравнение инвестиций китайских и американских в Африку. Видите, США во что вкладывается? Это в основном добыча минералов и нефти. А если вы посмотрите на китайские инвестиции, на раскладку именно их инвестиций, больше всего Китай вкладывается тоже в добычу и также в строительство, в производство, и также исследования, технологии и услуги. То есть есть большая разница, во что вкладываются, инвестируют Британия и Америка, и Китай. И вот еще раз вкладка. Красным – это добыча, а синие – это финансовые услуги. То есть это как бы забирать деньги у Африки. И потом уже… То есть вот такие вот инвестиции… То есть как бы люди многие обвиняют Китай, что они за добычей ископаемых кипай. Но кто обвиняет Китай? Именно те, кто на самом деле и ограбят Африку. Ну, не только отношение к Африке должно меняться, но и вообще сам взгляд на экономическое развитие должен меняться. И президент в Йоханнесбурге на форуме говорил о необходимости именно индустриализации и также крупных проектов. Никому не нравится… То есть есть проекты, говорят… США говорят, что эти проекты построены, чтобы прославлять диктаторов. Но это, конечно же, не так. Это для строительства успешной экономики. И также Джейсон вот говорил, что Африка должна… Африка должна идти впереди, а не ползти позади. А я тут пропустил кое-что. Конечно, есть проблема в том, как выглядит Китай, точнее, как западные средства массовой информации, как они показывают роль Китая в жизни Африки. И, разумеется, очень много лжи западные, очень много промывки мозгов, очень много лжи, и многие люди верят в это. И поэтому их отношение к Китаю и даже африканцы сами по себе иногда очень негативно относятся к участию Китая. И, например, вот захват… Есть такая у них ситуация, захват земель, land grabbing. То есть Китай верит, что… Точнее, африканцы верят, что китайцы забирают землю у африканцев, чтобы что-то выращивать. Вот, например, Хельга говорила, что есть статья такая, но все эти обвинения, они не построены на каких-то реальных научных или официальных данных, но эти статьи, они везде, повсюду, люди их копируют, пересылают, читают. Это так же, как вот иракское оружие массового положения или там химическое оружие в Сирии. Ну вот это очень хороший пример, который говорит вот в Гардиане, да, что ужасный, как бы, кризис пищевой, ну вы видите название, что… То есть, что вот Китай, заголовок говорит о том, что Китай отбирает у Африки земли. То есть, что происходит несанкционированный захват земель. И то здесь они говорят о отчете, который был выпущен ООН, программой ООН. И я прочитал, там ссылка дается, я прочитал, но там абсолютно ничего, что здесь написано, что якобы китайские фермеры отправились в Африку. Но этого нет в отчете, на который здесь дана ссылка. То есть, может быть, газета думает, что их читатели такие ленивые, что они не проверят и не посмотрят оригинал, на который они тут ссылаются. Потому что рапорт ООН, отчет ООН об сельском хозяйстве и пищевых продуктах, там написано, что нету никакой информации о приобретении китайцами земли в Африке. Китайские фермы в Африке, как правило, меньше тысячи гектаров и принадлежат официальным компаниям. То есть, это вот фейк-ньюс, фальшивые ложные новости. А теперь давайте посмотрим, кто действительно захватывает земли в Африке, потому что это есть проблема. И кто же это делает? Конечно же, европейцы. Мы смотрим на отчеты комиссии, также ООН, и они проводили также анализ, и все указывает на то, что европейские компании, британские, скандинавские, они берут большие территории земли для производства сахарного, выращивают сырье для биотоплива, а не для еды. И почему-то об этом никаких отчетов нигде нет. И вместо этого ложь на счет того, что миллион китайцев захватывает земли в Африке. И мы, конечно, в нашем отчете об этом написали. А вот теперь мы возвращаемся к тому, что говорил Джейсон Рос. Африка должна выскочить вперед, а не ползти сзади. Это хорошая метафора, но это еще и научное утверждение. Потому что европейские и американские политики говорили о том, что не должно быть ошибки быстрого. То есть Африки говорили, что не делайте ошибки, не прыгайте вперед. Лучше постепенно, тихонечко все развивайте, внедряйте технологии. Для того, чтобы это понять, нужно читать Гулливера Джонатана Свифта. Там смешные совершенно такие вещи были. Ну, например, то есть там вот подходящая технология для Африки какая? А почему бы не использовать? То есть говорят, что африканцам нужна специальная какая-то технология. Нет. То есть почему они не могут использовать ту же самую, которую использует та же Америка? А африканцы что, простите, не справятся со сложной продвинутой технологией? Нет. Ирония данной ситуации, как показывает китайский взгляд на это, это то, что дефицит очень большой в Африке технически. Но вообще-то это очень хорошо, потому что не будет среднего уровня развития, как в других странах на протяжении веков, в индустриальных особенностанах. И то есть тех технологий, которые как бы вот впереди на границе. И уже можно говорить о скоростных шоссе и о магнитных рельсах, поездах. То есть то, что уже сейчас применяется в Европе и в США, но без медленного подползания к этому в развитии. То есть то, что мы можем говорить сейчас об африканских странах и Азии, где сейчас также банк развития, банк инфраструктурного развития. То есть будет национальный кредитный механизм необходим для внутреннего финансирования части проектов инфраструктуры. Так как в Египте, например, есть такой внутренний кредит. И также еще рекомендация для создания сети инфраструктуры для Западной Азии и Африки и скоростные поезда. Навигационная система навигации по воде, по рекам и использование гидрофилы рек. И также мы говорим о воде морской, об этом завтра еще будем говорить, и также индустрии металлические, нефть, химия. То есть больше, чем просто, допустим, экспорт сырья в другие страны из Африки. И также мы рекомендуем создание новой зеленой революции в Китае наподобие азиатской и индийских. То есть чтобы выращивать урожай устойчивый к паразитам и эпидемиям. И также мы рекомендуем улучшить образовательные программы, добавить в них научного подхода и ориентации на будущее. И опять же скоростной транспорт, и также хочу рассказать о некоторых замечательных, удивительных вещах, которые произошли. Ну вот наши мегапроекты для Африки, мы соединяем Африку и мы не говорим о торговых путях, о том, что они будут из Китая в Европу. Мы говорим о коридорах развития, то, что вот господин Ларуш говорит, то есть для тех, у кого пока не было возможности, будет такая возможность. Вот некоторые из недавних проектов, наши друзья занимаются, допустим, национальной системой путей железнодорожных, индустриальные города соединяют между собой. И также еще очень важный отчет. Также вот сегодня в Момбаса-на-Робе проект был еще. Это серия коридоров развития, они строятся одновременно в Африке, в Восточной Африке, и сейчас они строятся, хотя это несколько десятилетий, все это было в проекте, но сейчас строятся. И также ангольские системы, они были старые системы, которые построили англичане, и сейчас китайцы убрали старые рельсы, старые системы, строят новые пути. И необходимость сейчас, намерение реализовать связь между различными африканскими странами и сделать более развитую систему. И также вот в Египте, Суэстский канал, новая линия строится. И это рекордное время планируется закончить. И почему я это показываю? Я показываю, что африканцы сами работают, и ускоряется процесс благодаря китайцам, их участию. Вот Марокко строит первую скоростную африканскую, всеафриканскую скоростную железную дорогу, хотя финансирование делается не очень хорошо тут через коммерческие займы. Это в будущем может быть проблемой. Но, тем не менее, вот национальные планы развития, транзаква, то, что мы будем говорить сегодня об этом, это один из самых центральных. То есть это не только спасение озера Чад, но также это соединяется много коридоров развития, также вот агроиндустриальные центры. И вот самые интегрированные идеи, то есть не просто какие-то отдельные проекты, но у каждого народа должен быть свой план развития, но этот план развития должен быть частью большего плана. И мы, например, рекомендуем, чтобы вместо того, чтобы строить дороги автомобильные, то есть, конечно, они нужны, да, но это не... То есть лучше строить все-таки скоростные железные дороги для поездов, для пассажирских и для товарных грузовых поездов. Это вот также система рек в Африке, почему бы и... Например, у нас есть системы замечательные транспортные на Дунае, на Рейне, и это возможно и в Африке. Мы не видим причины, почему не использовать реки в Африке. Это реально все. И также есть мегапроект вот Демократической Республики Конго, который будет так же, как вот сейчас китайские компании и... И испанские в Республике Конго, они открыты вот к их участию в своих проектах. И это, может быть, само по себе не кажется таким впечатляющим, но для них это большое продвижение. Мы рекомендуем также, чтобы африканские нации начали работу над четвертым поколением. Ядерные... Также вот это реакторы для Африки замечательные. Они реакторы, которые охлаждаются газом. И также вот у нас мегапроекты, которые нужно строить, чтобы соединять Африку и Европу через Гибралтар. Вот то, что нужно построить, и то, что... Также там должны быть... Также скоростные и железные дороги, как я вам показывала. Сейчас вот в Мадриде строится... Между Касабланкой и Мадридом где-то уже теперь 5 будет часов вместо 11 добираться. И также Тунис и Сицилия, туннель мы... Или мост с пятью искусственными островами. Это не для беженцев и эмигрантцев. Мы хотим использовать это для перевозки технологий, музыкантов, туристов, ученых. Так что итальянцам нечего бояться, когда мы построим эту связь. Потому что для итальянцев самих это будет хорошо. Итак, я завершу. И я хочу, чтобы вы запомнили это в 2030 году, чтобы вы вспомнили, или в 2050. А согласно ООН, к 2050 году в Африке будет самый большой рост населения. Между 2015 и 2050 родятся полтора миллиарда людей в Африке. И к 2030 году Западная Азия и Африка, там будет прирост населения на 46%. Это уже после 2015. То есть будет на средний возраст, 23 года людей к этому. То есть какая-то проблема с приростом населения. Вот эти вот все разговоры, это, конечно, старая парадигма. А сейчас мы уже говорим, что наоборот прирост населения, это наоборот хорошо. И мы говорим сейчас о новом китайском чуде с африканскими характеристиками. И, как господин Ля Руш всегда говорит, это будущее определяет настоящее. Не наоборот. Это наше видение будущего, которое определяет наши действия настоящим. Спасибо. Спасибо.